В целях содействия борьбе с преступностью 19 октября 1954 года генеральным прокурором СССР Руденко было подписано указание о работе прокурора-криминалиста. В каждой республиканской и областной прокуратуре были созданы службы криминалистики. Профессия эксперта-криминалиста на сегодняшний день является одной из самых востребованных. Каждый день по всей стране происходят кражи, взломы и убийства. Наш город не является исключением. Чтобы раскрыть преступления, порой приходится развивать целую кампанию по установлению улик. Основной задачей отдела криминалистики является внедрение новых методов раскрытия преступлений. В двух словах объясню, чем занимается наш отдел. Занимается внедрением новых научно-технических различных средств, различных методик по расследованию, а также оказана практическая помощь по нераскрытым преступлениям, представляющим наиболее сложность. На базе нашего отдела на балансе также стоит различная криминалистическая техника, которая нам помогает в раскрытии преступлений. В помощь сотрудникам отдела регулярно поступает спецтехника для раскрытия преступлений. Александр Дубровин рассказал, как применяется оборудование в условиях раскрытия следов преступления. К примеру, если необходимо обнаружить следы крови, то криминалистам применяется источник экспертного света с различными цветными фильтрами. Не стоит забывать, что в работе криминалиста работает не только техника, но и голова специалиста, который берет на себя ответственность по определению того или иного преступника. Владимир Иванов, Никита Желтов. Новости этого рассказа.